Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 11.06 в Кирове, дневной разворот. И у микрофона Юлия Афанасьева. И Александр Ассохин. Здравствуйте, вторник. Ну и давайте пройдемся тогда по повестке сегодняшнего дневного разворота. Во втором часе к нам придут гости из Казанского Академического Русского Большого Драматического Театра имени Качалова. Именно они с гастролями приезжают в наш город. И какие спектакли покажут кировскому зрителю, что представят на сцене нашего драматического театра, об этом мы узнаем во втором часе. Ну а в первом часе у нас уже есть гость. Это Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», член региональной группы общественного контроля за ходом капитального ремонта на базе общественной палаты Кировской области. И говорить мы будем про программу... Как она называется? Никак не могу запомнить. Современная городская среда. Да, про программу Современная городская среда. Добрый день, это как раз был Андрей. Будем говорить про общественные слушания, которые проходили в Гордуме, и о том, почему изменения, которые предлагаются в правила внешнего благоустройства, нарушают права собственников многоквартирных домов. И если успеем, еще проанонсируем законопроект, который рассмотрит наш ОЗС буквально в этот четверг. Законопроект касается перехода из общего котла на свой счет. Это я про капремонт. Нужно это или не нужно? Если да, то кому? И начнем? Вновь, кстати, этот законопроект будут обсуждать. Да, в прошлый раз не хватило чуть-чуть буквально голосов. Чуть-чуть голосов для принятия. Но начнем, я предлагаю все-таки со дворов, с комфортной городской среды, потому что я опрос на нашем сайте эхакирова.ру и в группе ВКонтакте посвящен именно этому. Ваш двор находится, и пять вариантов ответа. В крайне плохом состоянии, в плохом состоянии, в приемлемом, в хорошем или в отличном. Вот ВКонтакте большинство, 30, 26, 27 процентов за варианты в плохом, в крайне плохом или в приемлемом. Смотрю сейчас на нашем сайте. Все-таки большинство, 62,5 процента проголосовавших за вариант в плохом состоянии. Ну и стоит напомнить, что 300 миллионов суммарно в этом году планируется по этой программе потратить на благоустройство как дворов, так и скверов нашего города. И эта программа, она, по крайней мере, заявляется, что это программа партии «Единая Россия» в том числе. Потому что, например, появилась новость, что кировчане могут подавать заявки на благоустройство дворов. И подавать на региональном сайте «Единой России», специальный раздел там открыт. И то есть жители могут надеяться, что их именно двор и будет благоустроен. Но есть опасения, как я понимаю, что уже заранее все предрешено, какие дворы будут. Ну, во-первых, я бы хотел начать с того, что это вопрос, что это проект партии «Единая Россия». Но заявляется так. Да, я бы это понял, если бы это были деньги чисто партийные. То есть вот те 150 с лишним рублей, которые даются за каждого избирателя, который проголосовал за эту партию, в итоге там накапливается несколько миллиардов. Вот если бы из этого источника шли средства, это было бы чисто проект «Единой России». А так сложно судить. По поводу того, что говорят, что можно, в принципе, любой двор благоустроить, сделать там детскую площадку, парковку, поставить скамеечки, поставить освещение, то здесь возникают вопросы, действительно ли любой двор может поучаствовать. Ну а какие условия или какая, ну то есть каким образом будет это отбираться, отбор вести с дворов? Когда мы видим информацию официальную с Министерства строительства ЖКХ Российской Федерации, их такая брошюрка, где четко с картинками, с инфографикой показано, каким образом можно поучаствовать. То есть принимаем решение общего собрания, делаем эскиз дворовой территории, составляем смету. Эту информацию в виде заявки подаем в комиссию при органе местного самоуправления. Но по факту мы видим в интернете информацию, где есть четкий уже перечень домовых территорий, да, дворов, где, в принципе, уже по каждому двору есть информация, сколько будет стоить благоустройство его. То есть вот, например, я вижу, что сейчас вот в планах, ну это немножко информация, может быть, не самая свежая, потому что здесь порядка 169 миллионов планируется потратить на муниципальное образование город Киров. По последней информации, это общая цифра 162 миллиона. То есть здесь 65 придомовых территорий и 4 территории общего пользования. То есть это парк, Охочеровский парк, сквер трудовой славы. Это новый сквер на углу Карла Маркса и профсоюзный как раз-таки, правильно я понимаю? Да. Вот и парк ЛПК в Новоятском районе и парк Победы. 65 тех дворов, которые указаны вот в данном списке, да, они практически в сумме составляют 120 миллионов рублей. А скажите, Андрей, у вас этот список вообще откуда? Его можно найти спокойно в интернете. То есть в начале марта про него даже говорили на некоторых совещаниях, которые проходили в администрации города. То есть те люди, которые там присутствовали, открыто говорили, что уже перечень дворов утвержден, и что никаких шансов у вас уже попасть в эту программу нет. То есть новость, что кировчане направляете свои заявки на сайт «Единая Россия», то есть бессмысленная новость получается? Ну, там-то как раз смысл-то и есть. Потом будут контакты тех председателей советов домов, с которыми можно будет связаться к сентябрю месяцу и сказать, вот смотрите, ваш двор-то как раз в эту программу попал, мы вам помогли, а теперь вы нам помогите. — То есть это все подводится к выборам? — Скорее всего, да, потому что когда я пробил адреса домов, где планировалось благоустройство, то, как оказалось, в большинстве случаев это депутаты одной партии. То есть те дворы, где депутаты других партий, там, как правило, чистое совпадение, потому что рядом находится территориальное управление при администрации города. То есть никаких вопросов нет, но я думаю, что здесь должна быть четкая высокая конкуренция, и те дворы, которые реально хотят благоустроить, сделать детскую площадку, парковку, они должны софинансировать этот проект, то есть максимально в него вложиться, допустим, 20% софинансирования. И вот они должны быть в приоритете. Никакого заранее подготовленного списка быть не может. Когда мы в пятницу разговаривали на публичных слушаниях с Вячеславом Семаковым, он сказал, что никаких списков нет. То есть это кто-то придумал, он их сам не видел. Ну вот тогда и возникает вопрос, а кем вообще этот список подготовлен? Этот список мог быть подготовлен только к самой администрации города, потому что никто просто так посчитать этого не мог. По многим дворам уже есть готовые проекты, где ТОСы или администрация города уже делали их. То есть эскизы, дизайн-проекты. То есть уже были наработки, готовые материалы, но просто не было денег. То есть вы хотите сказать, что вот эти дворы, условно, они готовились к участию в какой-то другой программе, может быть, это было ППМИ или еще что-то, где есть готовая смета с пониманием того, сколько денег, как будет выглядеть участок с готовыми жильцами. И это все кем-то аккумулировалось. И условно так очень удачно совпало, что есть программа «Комфортная городская среда» и вот эти данные. Да, это причем не нужно забывать, что у нас еще есть муниципальная программа по благоустройству дворов. То есть вот, насколько я помню, там порядка 30-40 дворов в этом году должно быть отремонтировано за счет муниципальных средств. То есть за счет администрации города. То есть это помимо современной городской среды. Хорошо, а что вам в городской администрации ответили по поводу этого списка? Вот они сказали, что никаких списков не существует. То есть это кто эти цифры мог посчитать, это никто другой их посчитать не мог. То есть тут полный расклад с участием софинансирования, в том числе и областного бюджета федерального, и муниципального образования. Вот вы изучили эти территории, которые планируются согласно этому документу благоустроить. Может быть и говорите, что эти территории подвязаны к территориям депутатов. К территориям депутатов городской думы. Какие это депутаты? Можем мы назвать фамилии? Ну, например, если мы посмотрим на дворы, которые по улице Монтажников, от Монтажников 18 до Монтажников 36, то это практически вся улица от Мира до улицы Лепси. Это 10 округ депутат Николин. Ну, власти заявляли, что мы будем благоустраивать скверы, парки и территории рядом с ними, дворы рядом с ними. Это действительно так, потому что в планах там есть и парк Победы, то есть он рядом. Вот, если посмотреть... А вот Арадужный, это чей микрорайон? Арадужный там, не помню как фамилия, женщина, это депутат городской думы, директор управляющей компании. Ну, вот что здесь сейчас в списке я вижу. Да, улица Воровского 48, 48А, 48В, улица Маршала Конина, Кочкина и много домов. Это Кочкина, это вот там как раз и сквер, это в том числе. А в Радужном... Это Поворовского, это напротив террауправления Ленинского двор, то есть рядом с Колизеем. Вижу улицу Мира в этом списке. Павла Корчагина, 60-лет комсомолова, Володарского, Карла Маркса, 2 дома, 138 и 140. Красноармейская, милицейская, набережная Грины, 5. Это как раз тот двор... Это рядом с Первомайской администрацией. Да, который рядом с Первомайской администрацией. Не опасайтесь, что вот сейчас, когда Огласку получил этот документ, там в авральном режиме начнется перепланирование вот этих планов, если они есть. Это будет замечательно. Потому что я видел большую часть этих дворов, они нисколько не хуже, чем остальные дворы в городе Кире. То есть я знаю людей, очень много общаюсь с председателем советов дома, с председателями ТСЖ, жилищно-строительных кооперативов. Они из года в год пишут заявки в администрацию города, что помогите благоустроить двор. Включите нас хоть в какую-нибудь программу. У нас ничего нет. Это кроме даже лавочки нет. Бабушки просят лавочку поставьте, даже на это денег нет. А здесь, получается, дворы, которые, в принципе, я бы не сказал, что хорошие, но они, я говорю, они не хуже, чем остальные. Они получают вот такое комплексное развитие. Причем по некоторым придомовой территориям есть, планируется установка освещения, то есть столбов. Это возникает большой вопрос, кто за это освещение должен платить. То есть вот, как предполагает министерство строительства ЖКХ, помимо того, чтобы эти дворы были благоустроены, нужно еще на общем собрании собственников принять решение о том, чтобы дополнительно к тарифу за содержание принять ставку на содержание вот этого нового благоустройства. То есть туда бы как раз и входила оплата электрической энергии на цели освещения, содержание горок, каких-то детских площадок, парковок. То есть в надлежащем виде не просто так деньги освоили, и все, и через пять лет это все как-то пропало. То есть это нужно поддерживать в надлежащем состоянии. То есть без решения общего собрания эти дворы ремонтировать нельзя. Это заявительный порядок, а так указано в Москве, то есть в инструкции министерства строительства ЖКХ. Напомню, говорим мы про программу благоустройства дворов, и то, что возможно список этих домов, он уже выбран заранее был, и то есть сейчас тщетные желания некоторых кировчан благоустроить свой двор. Говорим мы с руководителем автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», членом региональной группы общественного контроля за ходом капремонта Андреем Воробьевым. Сейчас небольшой перерыв и после продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа по благоустройству дворов в Кирове. Кто и на каких условиях может в нее попасть? Есть подозрения, что уже списки этих дворов, этих территорий уже определены. Но что-то нужно делать. Вот Андрей сейчас в перерыве предложил, как я понимаю, кировчанам активизироваться в апреле. Что будет тогда происходить? До 1 апреля администрация города Кирова должна утвердить проект, муниципальные программы. Должны будут пройти еще публичные обсуждения, публичные слушания по данной программе. И, в принципе, где-то до конца апреля, может быть, до середины мая эти заявки будут приниматься. То есть, чтобы поучаствовать в данной программе, нужно принять решение общего собрания, которое должно содержать информацию, что планируется сделать, на какую сумму. На какую сумму будет утверждаться дополнительная ставка на содержание новых объектов благоустройства. Выбрать уполномоченное лицо, кто будет представлять всех собственников в доме. Это в том числе при диалоге с комиссией, при администрации. Нужно сделать смету, это посчитать. И эту всю информацию направлять в администрацию по тем формам, которые тоже, в принципе, должны быть утверждены данной муниципальной программой. И если там будут такие критерии, как софинансирование, я видел во многих субъектах Российской Федерации, вот прямо четко сказано, допустим, 1% софинансирования, там 1 балл, 10% софинансирования, там 20 баллов и так далее. То есть, чем больше баллов, тем больше шансов, что этот двор выиграет эти федеральные деньги. Помимо софинансирования, должны быть обязательные критерии социальной значимости. То есть, это сколько благополучателей от этой детской площадки. Если, например, у вас такой район, где кроме одной качельки или одной скамейки ничего нету, и туда будут приходить десятки домов, там дети играют, то это прекрасно, это здорово. Это если у вас есть там какие-то газоны с ямами, там с каким-то мусором, из них можно сделать хорошие парковки или там хоккейные площадки, там футбольные, то это тоже прекрасно. И тоже будут ходить, допустим, там 5, 20, 10 домов играть в футбол. Это тоже очень хорошо. То есть, чем больше количество человек, тем, опять же, больше шансов должно быть у проекта выиграть эти деньги. И вот это очень важно. То есть, не должно быть никаких заранее подготовленных списков. И, соответственно, до 25 мая органы местного самоуправления должны эти программы утвердить, где будет уже список точный, окончательный. И дальше уже будут такие технологические вопросы решаться, такие как утверждение точных эскизов и так далее. То есть, до конца года эти все деньги должны быть освоены. То есть, эти все программы должны быть реализованы. Я очень хочу, чтобы они были потрачены именно по целевому назначению. То есть, там, где это действительно нужно. Вот если взять такой грубый расчет, то сейчас 120 миллионов идет на 65 дворов. То есть, если взять, допустим, в среднем стоимость детской площадки 200 тысяч, то получается, мы можем где-то 500 сделать дворов. То есть, там поставить детские площадки. То есть, это эффект очень большой. Но здесь это подразумевается, что здесь такой комплексный подход. То есть, не только детскую площадку, скамейку, а еще и освещение. То есть, сумма значительно больше. То есть, тут суммы очень большие. То есть, вот я в среднем смотрю, это 1,5-2 миллиона на каждый двор. То есть, это достаточно внушительная сумма. Ну, вот вы буквально 10 минут назад говорили, что все предрешено, есть определенный список. И как сейчас замотивировать жителей, чтобы они все-таки занимались этим делом. То есть, какая у них есть надежда? То есть, если большое количество кировчан будут подавать свои заявки, то что изменится? Этот список, он пропадет или как? Да, это если органы местного управления установят такие критерии, про которые я говорил, как софинансирование, то те дворы, которые в этих списках есть, и не вложили ни рубля, там ничего не будет отремонтировано просто. То есть, суть в том, чтобы неравнодушные граждане активизировались, написали там, сколько они готовы вложить, написали вот эти самые критерии социальной значимости, и просто подали свои заявки. То есть, если этого не будет, то будут отремонтированы дворы, которые фигурируют в неком списке, существующем заранее. То есть, ситуация такая. И на это время очень мало. То есть, у нас... Апрель, да, есть у людей? По сути, апреля, может быть, еще середина мая. Я напомню, по регламенту только за 10 дней нужно уведомить собственников о предстоящем собрании. То есть, это уже как минимум 10 дней, да, это в апреле съедается. То есть, здесь нужно подходить очень быстро, грамотно и параллельно решать все вопросы. То есть, делать эскиз, делать смету и проводить собрание. Это нужно делать одновременно. Вот, я еще хочу подчеркнуть, что город Киров здесь получил львиную долю из этих денег. То есть, по моим данным, это 162,5 миллиона с учетом софинансирования из муниципального образования. Например, такой городской округ Кирово-Чепецк, там 28 миллионов, Слободской 23, Котельнич 22, в других в среднем по 5 миллионов. Ну, 162 даже если миллиона, это более половины всей суммы на регион для начала. Ну, а если рассматривать такой вариант, чтобы не допустить реализации вот этих планов согласно этому документу, что думаете по поводу возможной жалобы в надзорный орган, чтобы там та же прокуратура провела проверку основания этого документа, откуда он появился и вообще? Что-то можно этим принять? Я думаю, что эта прокуратура не будет на это реагировать, потому что этот документ не является документом, содержащим какие-то властные полномочия или действия бездействия от должностных лиц. То есть, пока это просто некий список? Да. Если бы список был утвержден каким-то правым актом, то да. То есть, мы, наверное, немножко заранее бьем тревогу, но на самом деле, если этого не сделать, то вот все ровно так и произойдет. Да, я думаю, что не заранее, мы как раз очень вовремя об этом говорим. Через три дня как раз стартует, получается, отбор. Деньги достаточно редкие в этом направлении, в таком объеме. Поэтому те жители, которые действительно нуждаются в этом, я думаю, что это для них большое подспорье поучаствовать в этом деле и приукрасить свой двор. Ну что, переходим к изменениям в правила внешнего благоустройства. Может быть, мы прервемся сначала на перерыв? Тогда прервемся сначала на перерыв, а потом поговорим об изменениях правила внешнего благоустройства и в том числе там есть пункты, которые касаются очистки дворов. Это одна из самых интересных тем. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» продолжается. У микрофона Юлия Афанасьева, Александр Асохин. И говорим мы с Андреем Воробьевым, руководителем автономной некоммерческой организации «ЖКХ-эксперт», членом региональной группы общественного контроля за ходом капитального ремонта. И продолжаем мы изменениями в правила внешнего благоустройства. Общественные слушания на эту тему прошли как раз буквально недавно. И вот то, о чем мы говорили как раз в перерыве. Андрей, скажите, пожалуйста, насколько часто принимаются изменения в правила внешнего благоустройства? Насколько это обычные или необычные события? Ну, они принимаются, как правило, где-то раз в квартал, раз в полгода примерно с такой периодичностью. Я считаю, что это достаточно значимое событие. Только этому уделяется очень мало внимания. То есть вот когда в пятницу это дело происходило, то есть пришел я, там пришли еще очень много людей, которых я знаю. Там были представители и советов домов, и юристы, и члены общественной палаты были. То есть и даже вот начальник управления благоустройства очень сильно удивился и сказал, что никогда такого не было. То есть то помещение, которое было выделено под публичное слушание, просто не вмещало в себя всех людей, которые желали поучаствовать. В общем, никто не ожидал, что публичные слушания все-таки станут публичными. Да, но я скажу, что публичное слушание – это не то мероприятие, от которого я ждал эффект. Потому что публичное слушание у нас по местному законодательству – это больше такая формальная процедура, где один человек или несколько ведут протоколы и записывают, кто что сказал. В просто мысли, которые звучали на этом собрании, потому что только рекомендательный характер носит решение с публичным слушанием. Да, потом эта информация доводится до депутатов, они ее изучают или не изучают, и в итоге принимают все равно то решение, которое им подходит. То есть, по моему мнению, перед тем, как проводить публичное слушание, нужно привлекать специалистов, экспертов и обсуждать эти правила, чтобы не было такой противоречивой дискуссии, когда многие специалисты говорят, что нет, вы делаете неправильно, здесь это противоречит законодательству, этот пункт мы считаем, что нужно оставить, потому что так-то, так-то, так-то. То есть, очень много было мнений от разных людей по разным пунктам. То есть, вот я считаю, что публичные слушания, это как раз должны быть уже больше для общественников, то есть, для граждан, чтобы они знали, какие изменения их ждут. То есть, больше как информационный повод. А до этого надо детально эти поправки прорабатывать, вот с привлечением специалистов, экспертов и юристов. То есть, я считаю, это очень важно, потому что вот ко многим пунктам, которые были предложены в виде изменений, есть у нас вопрос. А в чем коллизия, например, в каких пунктах, которые касаются каких вопросов? Ну, например, вот основной пункт, который меня заинтересовал, это то, что администрация в этих правилах указывает, что дворы должны убираться ежедневно от мусора, от веток. То есть, не только то место, где установлена контейнерная площадка, но и вообще вся придомовая территория. То есть, а это у нас очевидно, что вторжение в компетенцию федерального законодателя, который определил, что периодичность уборки придомовой территории у нас устанавливается либо решением общего собрания собственников, либо указывается в договоре управления многоквартирным домом, либо в решении застройщика, когда дом на незначительное время передается в управляющую компанию до проведения конкурса и так далее. То есть, в уставе ТСЖ, ЖСК, порядок особый может быть определен, но никак не правилами внешнего благоустройства. То есть, это никак не компетенция органов местного самоуправления. Тем более, что спешить с этим, вот с этой поправкой точно не стоило, так как сам Вячеслав Семяков сказал, что на федеральном уровне разрабатываются федеральные, типовые правила внешнего благоустройства, которые могут быть распространены на все субъекты Российской Федерации. То есть, и наши местные могут быть вообще отменены полностью. То есть, даже может быть и так. И это планируется к концу года. Ну, а в рамках публичных слушаний, состоявшихся, все-таки какие мнения звучали по этому вопросу? Все-таки рекомендовали принять изменения с учетом вот этой поправки или нет? Ну, вот про эту поправку я сразу же донес свою позицию начальника управления благоустройства до права управления. То есть, понимание полностью есть. То есть, попросили предложить свою формулировку или изменить. То есть, я сказал, что тут, по сути, нужно брать одно слово ежедневно. Нет, ну, чистые дворы – это хорошо, да? Но вопрос-то упирается в деньги, мы все это прекрасно понимаем. Конечно, потому что если это так все оставить, то будет дополнительная нагрузка на управляющие компании, товарищества, собственников жилья, жилищно-строительника и пройдива, которые управляют многоквартирными домами. То есть, им нужно будет дополнительно изыскивать дополнительные средства. А нигде, кроме как из кармана собственников, их взять нельзя. То есть, тем более, что ТСЖ ЖСК – это вообще не коммерческие организации. То есть, по сути, это приведет к тому, что нужно будет поднимать тариф. То есть, эти организации должны будут выходить на общее собрание к собственникам и говорить, что вот были приняты изменения в правилах внешнего благоустройства, мы теперь должны ежедневно убирать ваши дворы. Давайте не 18-20 рублей, а 30 рублей, потому что дворнику нужно каждый день работать. Но вы уже просчитывали, предполагали, насколько могут эти тарифы увеличиться в связи с вот этим изменением? Понимаете, здесь у всех по-разному. У кого-то периодически установлено каждый день дворник приходит. Где-то дворника вообще не видно. То есть, вот если спросить у большинства жителей в доме, вы видели своего дворника? Они скажут нет. Вот даже вы сами это вспомните, когда вы видели последний раз. Поэтому эти изменения так и удивительны в том числе. Потому что если каждый день будут убираться, и с одной стороны, это же радует. Особенно мы смотрим сейчас ситуацию и смотрим результаты опроса, где что в ВКонтакте, что на нашем сайте, большинство голосует за вариант в плохом состоянии, либо в крайнем плохом состоянии находится мой двор. В принципе, можно было три варианта дать. И тем не менее, идея эта хорошая, но какая тогда альтернатива, чтобы изменить ситуацию в наших дворах? Альтернатива очень простая. То есть, во-первых, нужно утвердить периодичность уборки придомовой территории на общем собрании или внести изменения в договор управления. А если эти все изменения внесены, то нужно ужесточать контроль за тем лицом, который управляет многоквартирным домом. То есть, вот эти моменты надо просто уяснить, понять. То есть, если, как правило, у большинства собственников вообще нет договора управления, то есть, вот спроси к соседу, зайди, есть у тебя договор управления, скажи, чего? Вот надо обратиться, значит, в управляющую компанию, попросить этот договор, его изучить, проанализировать. Если самим сложно обратиться к компетентным людям, вот, и, значит, этот вопрос там урегулировать. То есть, очень, я считаю, это важный момент. Кроме того, вот заинтересовал еще один момент, что придомовые территории должны содержаться в чистоте. С этого начинается пункт 4.1.1 изменений. Вот, по моему мнению, содержаться в чистоте – это что ни на есть карпоцентгенный фактор. Потому что приходит сотрудник территориального управления, говорит, у вас лежит окурок, я выписываю вам штраф, приходит на соседний двор, там куча мусора завалена, он ее не замечает и уходит. То есть, таким образом, можно любую управляющую компанию, я не знаю, довести до банкротства, то есть, чуть ли не каждый день приходить и штрафовать за какой-нибудь фантик, который сам же и принес. То есть, понимаете, и вот это содержаться в чистоте – это не юридический термин, это больше такой бытовой, то есть, его нужно тоже исключать. Я предложил вот данную формулировку полностью исключить. У нас есть звонок. У нас звонок есть, да, 211-101. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Казахов Роман Николаевич. Роман Николаевич, у вас вопросы или комментарии? Вот уже 6 лет работаю дворником. Честно скажу, похвастаюсь, работаю очень хорошо. Летом трава сантиметров 5-6, не больше. Зимой почти виден асфальт. Но снеговая лопата у меня не меняется уже 7 лет. То есть, это уже не лопата, а бог знает что. Кашу я триммером, который был списан, он же признан негодным, его как бы де-факто не существует уже 7 лет назад. И кашу косой, который косила, наверное, моя прабабка, косой горбушей. Вот так мы и работаем. А заработная плата на руки 6-5 лет. Роман Николаевич, ну вот смотрите, если вам скажут, что вам нужно прибирать двор каждый день, это нормально или это очень часто? Как вы считаете? Ну, наверное, это нормально за нормальную зарплату. Потому что у меня зарплата на руки, это однодневная минимальная зарплата в США. Скажите, пожалуйста, сейчас как часто вы выходите на уборку? Ну, буквально вот вчера вечером, точнее позавчера, выпавший снег, конечно, я его не стал весь убирать, поскольку через максимум 10 дней будет потайка. Но дорожки, все виновь метр, я сделал по всей территории. Ну, нет, я имею в виду сейчас вот каждый день, через день, раз в неделю, по мере необходимости. Ну, грубо скажу, по мере необходимости, потому что с позиции рациональности весны каждый день нет смысла прибираться. Но как только снег встанет, значит, две недели это будет бесцерывно работать, значит, прибраться, вычистить окурки, песок, все что угодно на зимнее накопление. У нас пауза будет только где-то в начале мая, когда пока трава не подросла. А там летом каждые 10 дней подстрижка травы, кустов, лишних веток, в общем-то, и опять-таки подметалово. Осенью, листопад, это все 8 недель. В октябре, в 3 недели, может быть, отдыха, дождливая погода начинается. Снегопад, причем в декабрь, ноябрь, январь, это практически каждый день, потому что где-то натаптается, где-то там обрушается, дети, грубо говоря, брушат, на то, что их ровнять получается. Работа, в принципе, грубо говоря, 300 дней в году дворник работает. Роман Николаевич, вот вы как человек, который работает непосредственно внутри, внутри этой сферы и говорите, что и лопаты ломаются, и зарплаты не очень. Вот по вашему мнению, что необходимо изменить, чтобы привести, мы сегодня просто говорим про дворы, ситуацию с дворами в нормальную ситуацию, нормальное состояние. Ну, в общем-то, у нас вся жизнь танцует от экономики. И вот я могу сказать грубо, одно короткое слово, не воровать. И будет все в порядке. Ясно. Спасибо большое за ваше мнение. Спасибо за комментарий. Ну что, Андрей, согласны с таким мнением? Потому что к этому мы вроде как весь эфир и введем, что не воровать и планировать, опять же, если будет благоустройство дворов, то не изначально какому-то списку придерживаться. Что касается... Я предлагаю просто перейти к законопроекту. Да, у нас есть третья небольшая тема. В этот четверг наши депутаты ОЗС рассмотрят законопроект, который касается перехода из общего котла на свой счет. Я говорю сейчас про средства на капремонт. В прошлый раз была подобная инициатива. Не хватило совсем чуть-чуть голосов. Андрей, давайте начнем с того, нужно это вообще? Это, я считаю, что очень важно и нужно. Это в том числе данный законопроект поддержала общественная палата Кировской области. То есть мы на комиссии по экспортизе данного законопроекта приняли положительное решение. Я считаю, что это общественно нужная законодательная инициатива, которая позволит ремонтировать дома уже прямо сейчас. То есть у многих есть потребность в ремонте крыши уже сегодня, не в 43-м году. У многих есть потребность на эти деньги провести какие-то проектные работы по капитальному ремонту, экспертизы. Вот двор, дом, это вчера показывали по телевизору, у них там стена обрушается, подпорки такие деревянные стоят. Им сейчас нужно заказывать заключение о том, что дом с высоким износом и, в принципе, аварийный, чтобы с этим заключением идти в комиссию при администрации города, которая определяет, дом признавать аварийным или не признавать. То есть везде нужны какие-то деньги. И у нас дома стареют немного быстрее, чем установлена программа. Поэтому по многим даже вопросам, вот разговаривала с председателем совета дома, она говорит, что нужно делать нам сейчас тепловой узел, то есть автоматику, мы это все прекрасно знаем, что она позволяет нам экономить цифру в квитанции за отопление. Если она правильно работает, поддерживает заданную температуру, она говорит, вот я готова сделать этим летом, вот уже у нас денег куча от рекламы, от аренды мы там сдаем, у нас сюда все купится. Но эти деньги у нас находятся в общем котле оригинального оператора. Мы принимаем решение в апреле, и только через год нам их отдадут. И то есть целый год они будут неэффективно оплатить в квитанции, открывать форточки за отопление, потому что никакой регулировки в подвале дома не подразумевается. Ну а здесь законопроектам предлагается всего лишь месяц на всю эту процедуру. Два месяца. Два месяца. То есть месяц уже был, но не хватило одного голоса на комитете по ЖКХ, и там где-то буквально шесть голосов на пленарном заседании депутатов. Даже большая часть депутатов Единой России проголосовала за... Вот я к этому и веду, просто у нас остается буквально 20 секунд. Если в прошлый раз не приняли, и даже часть депутатов парламентского большинства, партии власти проголосовали за этот законопроект, здесь ли, спустя месяц, не будет ли ситуации, что с этими людьми поговорили, и законопроект вообще не пройдет? Либо у вас надежда на то, что увеличив срок до двух месяцев, все-таки примут законотворцы? Никакого обоснования, что им месяца не хватает для того, чтобы всем выплатить деньги, нету никакого. Никаких бюджетных средств здесь тоже не потребуется, потому что миллиарды на счетах, а сумма выплат там исчисляется десятками миллионов. Поэтому я считаю, что два месяца – это очень хороший компромиссный вариант, но если и он не пройдет, я думаю, что инициатор будет выходить с предложения в три месяца. То есть я думаю, что золотую середину в любом случае нужно находить. Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», член региональной группы общественного контроля за ходом капитального ремонта, был у нас в первом части. Спасибо большое, Андрей. Сейчас мы уходим на перерыв. Будут новости, тематические программы. И в 12.05 мы вернемся с новой темой.